Здравствуйте! В эфире программа «Линия правды» и ее ведущая Александра Гауэрт. С наступлением холодов обостряется ситуация на дорогах, как в пределах населенных пунктов, так и за ними. Водителям нужно быть внимательными и к погодным условиям. Как и когда закрываются дороги? Что должен иметь при себе водитель на случай чрезвычайной ситуации? Какая обстановка была на трассах в минувшие выходные? Об этом поговорим сегодня в выпуске. В гостях нашей студии Дулат Каэртаев, исполняющий обязанности начальника управления ликвидацией ЧС областного департамента по чрезвычайным ситуациям. Мы рады приветствовать вас в нашей студии. Первое, с чего бы я хотела начать, это какие основные причины могут привести к закрытию автодорог в нашем регионе, точнее, какие погодные условия? Как правило, с наступлением холодов территория области подвергается сложным метеорологическим явлениям, характерно зимнему периоду. Это у нас сильные бураны, метели, ухудшение видимости, гололедица, сильный снегопад. В связи с этим на объектах транспортной инфраструктуры случаются червячая ситуация. В связи с этим закрываются дороги для того, чтобы на дорогах не совершались различные транспортные происшествия, минимизировать ущерб жизни и здоровью людей. Вот эти основные причины для того, чтобы закрыть или ограничить движение на автодорогах области. Расскажите, пожалуйста, как происходит информирование граждан о закрытии автодорог? Вопрос оповещения очень актуальный на сегодняшний день. На ней предпринимаются все меры для того, чтобы население было проинформировано. У нас имеется телерадиоперехват. Это у нас получается от четырех телеканалов и 26 радиоканалов. То есть при возведении какой-либо червячной ситуации мы можем проинформировать путем телерадиоперехвата. Далее, конечно же, мы используем всевозможные интернет-ресурсы, то есть средства СМИ. Люди в основном у нас сидят где-то в мессенджерах, в WhatsApp, в Instagram, в Telegram каналах. Для этого мы непосредственно через нашу пресс-службу оповещаем население об закрытии либо ограничении, об ухудшении погодных условий, о приходящих штормовых предупреждениях. Также тоже основным методом у нас является это СМС-рассылка через наших операторов. И непосредственно при помощи нашего приложения Darman, где мы публикуем также о закрытии, об ухудшении погодных условий, об ограничении движения и об открытии. Также все при помощи приложения Darman, которое разработано нашим министерством и имеется в доступе как для андроидов, так и для айфонов, то есть в приложениях Play Market. Можно скачать в открытом доступе и пользоваться. При любом ЧАЭС данное приложение позволяет информировать, то есть он может быть всегда как водитель, так и пассажир может быть уведомлен, что приходит СМС, уведомляет о том, что ухудшаются погодные условия. Соответственно, каждый опытный водитель, в принципе вообще гражданин должен понимать, раз идет ухудшение погодных условий, значит это идет информация не просто так. Здесь бы я тоже хотел посоветовать всем, как автовладельцам, так и в целом пассажирам, который в такую ненастную погоду собирается выезжать, не пренебрегать СМС-оповещениями от службы спасения 112, в целом вообще изучать прогноз погоды перед выездом. Если поступила такая СМС-ка, лучше воздержаться, конечно, от поездки, либо запланировать ее на другой день. Расскажите, пожалуйста, какие меры безопасности применяются для предотвращения аварий на закрытых участках дорог? В целом, получается, ведется общий контрольный мониторинг по состоянию на автодорогах области. В этом постоянном мониторинге есть рабочая группа, в которой идет полный отчет всех организаций, задействованных в безопасности прохождения зимнего периода. Это как дорожные организации, как сотрудники полиции, соответственно, непосредственно сотрудники ЧС и другие заинтересованные органы, в том числе и местные исполнительные органы. Идется мониторинг, по дорожной полиции проводятся объезды, также, где необходимо применить какие-то меры, то есть установка предупрежающих знаков, подсыпка инертного материала. Все это информируется в этой рабочей группе. Дорожные службы уже также находятся на дорогах, мониторят, и где нужно, там уже, получается, идет подсыпка материалов, то есть соль, песок, вот, химреагент, где вот это требуется, вот в этом плане, получается, ведется работа по предотвращению гололедицей, вот, снега, как бы, снегочистка, это все ведется. Есть те граждане, которые все-таки пренебрегают правилами, прочитав СМС, все равно выезжают на трассы и попадают, скажем так, в просаг. Расскажите, как ведется эвакуация граждан в такой период? Так, получается, здесь хотелось бы сказать, что да, у нас есть такие автолюбители, которые, либо пассажиры, которые не понимают данных мероприятий. Данные мероприятия направлены на предупреждение, как я сказал ранее, и минимизацию ущерба жизни и здоровья людей. Но люди пренебрегают этими СМС-оповещениями, да, выдвигаются на дорогу. Вот, естественно, мы в любом случае реагируем, наши спасательные подразделения, при поступлении обращения к нами на специальной технике производится выезд для спасения и эвакуации данных граждан. Также здесь применяется, хочу обратить внимание, что есть такая статья, кодекса об административных правонарушениях Республики Кастан, 667-я статья, которая применяется в таких случаях для автолюбителей, которые выехали и не повинялись к закону. Эта статья у нас предусматривает до 30 месячных расчетных показателей штрафа, либо арест до 15 суток. То есть применяют ее у нас непосредственно департамент полиции. И по статистике уже за прошлую зиму было 4, получается, водителя, которые были именно по этой статье привлечены. В предстоящий зимний период таких ситуаций не было. Таких ситуаций не было. Зима вот только начинается. Поэтому будем надеяться, что люди будут понимать всю ситуацию, все происходящее и не будут пренебрегать. Будут воздерживаться от поездок и дождаться, как бы до того, как погода утихнет и можно будет двигаться. На этом очень надеемся. Расскажите, пожалуйста, как эвакуируются иностранные граждане? Очень часто у нас проезжают автобусы пассажирские, маршрутные, с иностранными гражданами. Какие условия применимы к ним? Да, совершенно верно. У нас, как все знают, территория немаленькая. Проходят дороги разного значения, в том числе и транзитом. Все едут через нас, иностранные граждане. И в прошлый зимний период было немало случаев именно такого характера, когда транзитом через наши дороги проезжали иностранные граждане. Совершенно к ним применяются такие же мероприятия, как и к нашим гражданам. То есть, если им нужна помощь, спасение, эвакуация, наши сотрудники совместно с местными органами выезжают на места. Обычно, как это по практике, это у нас пассажирские транспорты, то есть это там газель, автобус. И мы осуществляем эвакуацию в ближайший пункт обогрева для размещения вышеуказанных граждан. Порядка 200 граждан, из них около 60 детей, было эвакуировано и размещено в пункт обогрева в прошлый зимний период. Естественно, граждане делали огромный путь, выезжали где-то в днём, допустим, могли выехать днём в нормальную тихую погоду, но по случаю, уже на место, когда добирались, их уже охвачивал буран, снегопад, метель, и, как правило, их транспортные средства были непредназначены. То есть минусовая температура, замерзала где-то солярка, они были вынуждены останавливаться, делать экстренную остановку. И мы совершенно точно так же реагировали. Наша задача – спасать, эвакуировать. То есть в жизни людей для нас важная задача, поэтому мы также реагируем на эти все выезда. Хотелось бы поговорить о нестандартных случаях, которые происходят во время эвакуации граждан, во время закрытых дорог. Нестандартные случаи происходят часто, расскажите о них. Могу привести один пример из прошлой зимы, из нашей области, получается, случаев бывает очень много, и разных во всех регионах области ситуация одна, закрываются дороги, и приходится спасать, эвакуировать. Вот. Один из случаев, который на моей памяти есть, это в прошлый зимний период, это в Эремиталском районе. Одна семья в непогоду ехала в больницу, вот, на, получается, Ниве, они думали, проедут, ехали в больницу. По пути, секундочку, семья, получается, у нас была из трех человек. Это отец, жена беременная на 30-й неделе беременности, и сын со сломанной рукой. То есть везли, по сути дела, сына? Везли, по сути дела, и сына, и супругу в больницу, на плановый осмотр. Вот, 30-я неделя беременности, они ехали. Получается, по острой неоплодимности совершилась остановка, вот, супруг пошел набрать воду, вот, и жена с ребенком остались в машине. Вот, и, получается, супруга долгое время не было. В это время он поступил звонок от супруги, вот, об этой ситуации, получается, на 101. Естественно, это была непогода, зима, непогода, то есть поднялся буран, была нулевая видимость. Сотрудники ЧС выехали на место, во главе с начальником отдела ЧС, выехали на место и вслепую искали машину. По ориентировочным данным, где они располагались, сказали направление, куда двигались, где примерно. И вслепую, получается, наши сотрудники на технике, но при этом впереди сотрудник начальника ЧС шел пешком, на ощупь, чтобы не столкнуться с данной машиной. Вот так вот на ощупь они шли и искали машину. Нашли машину, благополучно все, как бы забрали жену, получается, сына. Далее потом нашелся муж и доставили до первой скорой помощи, до кареты скорой помощи. То есть все благополучно закончилось. Ну да, и были у нас моменты, что получил начальник ЧС легкое обморожение лица, потому что, еще раз напомню, что был сильный такой буран, метель, нулевая видимость. Вот поэтому мы всегда и говорим, чтобы они не принадлежали правилами, чтобы не выезжали за пределы населенного пункта. Да, могла бы случиться, могла бы произойти совсем иная ситуация, если бы своевременно не была произведена эвакуация. Расскажите, какие технические средства используются для обеспечения безопасного закрытия дорог? Ну, при получении штурмового предупреждения непосредственно сотрудниками дорожных организаций совместно с дорожной полицией принимаются решения по закрытию или ограничению дороги. На местах платных дорог, где имеются шлагбаумы, там, естественно, по принятию закрывается шлагбаум, выставляется техника. На остальных местах просто выставляется техника именно патрульной машины. То есть, со специальными приборами, включаются которые, и непосредственно идет перекрытие дороги. То есть, вот это технические средства, которые используются при закрытии или ограничении. Спецмашина дорожной полиции. И теперь, какие при эвакуации используются? Расскажите. При эвакуации у нас непосредственно есть высокопроходимая техника, которая подготовлена приказом начальника ДЧС. Вот, это у нас 82 единицы повышенной проходимости. Вот, обычно на места у нас выезжают вахтовки, такие автобусы специальные для эвакуирования большого количества пассажиров. Также есть специальные машины у нас Трекол. Наверное, видели такие большие машины колесные? Вот, далее используется у нас Нива Марш Бронто. Это та же Нива, только, естественно, с колесами формулы 6х6, то есть большой проходимостью. Также у нас имеются автомобили АЦ, автосцерные. То есть у нас не все районы, получается, не во всех районах имеется вот данная техника, вот Трекол, Нива, поэтому непосредственно иногда выезжайте в наши спецмашины, которые предназначены для тушения пожаров, но просто в экстренной ситуации. Можно использовать их. Для спасения, для эвакуации, для спасения, для эвакуации. Если нет другой техники, то мы используем ее, чтобы выиграть считанные секунды. Расскажите, пожалуйста, в чем заключается суть спасателя во время восстановления движения уже после закрытия дорог? Я хочу сказать, что наша роль, именно сотрудников ЧАЭС, здесь спасателей, это, конечно же, жизнь и здоровье людей. Мы выезжаем на аварийно-спасательные работы, то есть при ДТП, при спасении, при эвакуации, как обычно, все зачастую это происходит до закрытия, либо уже после закрытия. То есть бывают такие машины, которые выехали до закрытия, дорога закрылась, они остались на дороге. Соответственно, все пострадавшие обращаются по номерам 101, либо 112. Далее проводятся мероприятия по спасению. По уже, по открытию дороги нами ведется мониторинг, контроль за состоянием дороги, за тем, чтобы дорожными организациями проделалась таяльная работа по чистке снега, по обеспечению безопасного проезда на дорогах. Непосредственно совместно с дорожными полициями мониторим, контролируем и во взаимодействии все это работаем. Бывает так, что водитель собирается в путь, еще смс о том, что дороги закрыты, не пришла. И вот скажите, он собирается выехать в путь, начинается непогода, что он должен иметь при себе, что должно быть вообще в его машине в зимний период, если он выезжает на далекие расстояния? Да. Если же человек собрался выезжать на дороге на далекие расстояния, это, в первое, я считаю, что должно быть технически исправное у него средство, то есть должно быть оно обеспечивать полную безопасность на дороге. И вот техническое состояние должно быть исправное. Далее, соответственно, я бы хотел порекомендовать всем автолюбителям это для в экстренной ситуации, как правило, помогают такие средства, как паяльная лампа, трос, лопата, конечно же, ремкомплект, аптечка, которая может в какой-то ситуации тоже помочь в экстренной ситуации. Получается, светоотражательный жилет, потом домкрат, запасное колесо. Конечно же, порекомендовал бы запасное топливо, то есть канистру с бензином. Если он останется на дороге, соответственно, ему очень пригодится запас продуктов, не требующих приготовления. Это может быть какой-то там сухпайок, также спички и свечки. Мало кто знает, но если в такой ситуации водитель окажется, одна восковая свеча может нагреть температуру в салоне до 1000 градусов. То есть одной свечи для поддержания тепла в автомобиле в салоне хватает на день. Поэтому если будет лежать запас свечей и спичек, то, думаю, это будет тоже такая хорошая вещь. То можно в целом спасти себе жизнь. Да, можно себе спасти жизнь в экстренной ситуации, если вы остались наедине с Бураном. Ну и, конечно же, проекомендовал здесь запас теплой одежды, потому что ситуации разные могут быть. Также допустим, тоже одеяло. Если вы знаете, что вы собираетесь в дальний путь в такую зимнюю погоду, то, конечно же, лучше укомпультоваться и в дальнейшем может вам спасти жизнь. Хотелось бы поговорить о минувших выходных. Буквально вот в субботу, в воскресенье массовое закрытие дорог происходило. Расскажите, как отработали спасатели, что происходило на трассах и произошли ли чрезвычайные ситуации. Да, совершенно верно. В эти выходные была такая погода, обильный снегопад, ухудшение видимости на дорогах, небольшой гололед. Скажу, что все экстренные службы работали в круглосуточном режиме, то есть все были на чипу, каждый выполнял свою задачу. 71 раз принимались меры по закрытию автодороги в республиканской областного значения. В целях оповещения населения было разусловлено 14 смс-оповещений и 22 оповещения через мобильное приложение Дармен, о котором ранее я говорил. Далее получается, также во взаимодействии с дорожной полицией, с дорожными организациями, в рамках указанных мероприятий было страз республиканского областного значения было эвакуировано 40 человек, среди которых 9 детей. Данные лица были благополучно эвакуированы и доставлены, точнее, размещены в пунктах обогрева. Каждый, где случалась такая ситуация, в своих пунктах обогрева, в ближайшие пункты обогрева были размещены. Также было принято решение по сопровождению автоколонн под сопровождением специальных дорожных машин, которые производят чистку и дорожной полицией. Это было совершено, соревновано 3 автоколонны, порядка 700 автомобилей. Вот там как грузовые, так и легковые. Тоже все благополучно доехали. То есть так каковых чрезвычайных ситуаций на дорогах с пострадавшими либо с летальным каким-то исходом допущено не было. То есть эти выходные были все отработаны. Усиленно отработаны. Да, усиленно отработаны. К сожалению, время нашего эфира подходит к концу. Вы можете обратиться к нашим телезрителям. Департамент по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области убедительно просит жителей и гостей Акмолинской области при получении штанового предупреждения об ухудшении погодных условий службы спасения 112 не пренебрегать данными оповещениями. Перед планированной поездкой за пределом национального пункта изучите прогноз погоды. Если есть остро необходимость добраться до того национального пункта, то просим воспользоваться железнодорожным транспортом. По закрытию и ограничению движения дорог вы можете уточнить набрав по номеру 1403 Единый колл-центр Казахстазул также при помощи приложения Дармен также по единому номеру 112. Помните дорогие гости и жители что жизнь ваша жизнь и жизнь ваших близких находится в ваших руках. Спасибо вам и все. Я благодарю вас, что вы пришли к нам в студию и ответили на все наши вопросы. Спасибо. Дорогие телезрители, а мы не прощаемся с вами. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова